Я бы хотел рассказать о нормативном регулировании деятельности центров Госсопки. Устойчивая работа информационных систем, их защищенность имеют для страны, для национальной безопасности стратегическое значение. Киберпреступность – это уже не одиночки, как представлялось ранее. Это уже организованные структуры с набором новейших технологий. Кибератаки являются все более реальной угрозой мировому сообществу и критической информационной инфраструктуры. В частности, становится очевидно, что существует вектор вероятности перенацеливания компьютерных атак с государственных порталов на объекты жизненно важной критической информационной инфраструктуры. Для провоцирования техногенных, экологических катастроф. Негативные последствия разного рода компьютерных атак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб. На слуху уже и упоминались, ну скажем так, антибренды, шифровальщики WannaCry, Петя, компьютерная атака под названием Mirai с помощью, с использованием интернет-вещей. Обеспечение безопасности российского информационного пространства является актуальной, по нашему мнению, ну и по мнению, конечно же, я думаю, всех. И одновременно довольно-таки сложной задачей, особенно с учетом постоянно меняющихся угроз. Совершенствуется система официальных взглядов, нормативная база в сфере информационной инфраструктуры, сфере информационной безопасности. Так, утверждена, в 2014 году была утверждена концепция по Госсопке, в 2016 году была утверждена доктрина информационной безопасности Российской Федерации. И одним из существенных моментов, результатов работы по совершенствованию нормативной базы является издание закона о безопасности критической информационной инфраструктуры, который вступает в силу с 1 января 2018 года. Таким образом, можно сказать, что сформирован, заложен, наверное, даже правовой фундамент по дальнейшим практическим шагам в этом направлении, в направлении информационной безопасности критических информационных инфраструктур. Закон, о котором на пленарном заседании тоже много было упомянуто, было сказано, что, к сожалению, он формировался в течение пяти лет. Закон в настоящее время регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак. Также закон определяет полномочия госорганов, а также субъектов критической информационной инфраструктуры, которые владеют на правах собственности или аренды объектами КИИ. Отмечу, что ответственность за обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры возложена на их владельцев. К этому мнению сегодня на пленарном заседании пришли единогласно, можно сказать. В настоящее время хотелось бы немного рассказать про дальнейшую нашу работу в связи с принятием закона. В настоящее время нами, нашей службой ведется разработка правовых актов, которые необходимы для реализации закона. Какие мы сейчас разрабатываем правовые акты? Это шесть приказов нашей службы. Это положение о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам. Это перечень информации, предоставляемой в госсопку и порядок ее предоставления. Порядок обмена информации о компьютерных инцидентах. Порядок информирования нашей службы о компьютерных инцидентах и реагирования на эти компьютерные инциденты. А также требования к средствам обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак. И порядок и технические условия установки и эксплуатации таких средств. Коротко остановлюсь на каждом из подготовленных документов. Положение о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам. Мы закладываем во всех, в частности в этом документе, следующие основные нормы. НКЦКИ будет координировать мероприятия по реагированию на компьютерные инциденты. Будет организовывать и осуществлять обмен информацией. Причем данный обмен будет происходить в форматах, которые устанавливает НКЦ. Следующий документ – это порядок перечня информации, предоставляемой в Госсопку. Значит, Госсопка будет получать сведения из, как сказано в законе, из реестра значимых объектов КИИ. Это от Федеральной службы по техническому экспортному контролю. Будет получать сведения о компьютерных инцидентах, произошедших на объектах КИИ. И сведения о предоставляемой от организаций, не являющимися субъектами КИИ, не являющимися объектами критической информационной инфраструктуры. Сведения о компьютерных инцидентах, произошедших на объектах критической информационной инфраструктуры, должны будут предоставляться в НКЦКИ, как я уже сказал, по утвержденным данным Национальным координационным центром форматах. И хочу отметить, возможно, короткие сроки. Предполагаем пока, что данные сроки – это не более 24 часов, именно с момента обнаружения компьютерного инцидента. Иные, не являющиеся субъектами критической информационной инфраструктуры, органы и организации, могут направлять в НКЦКИ информацию в соответствии с форматами, которые будут утверждены, либо в свободной форме, в сроки, достаточные для своевременного проведения реагирования на компьютерные инциденты. Опять-таки, возвращусь к пленарному заседанию, тоже затрагивался вопрос о сроках оперативности реагирования. Данный вопрос, как уже всем ясно, данный вопрос очень актуален в отношении сокращения времени реагирования на компьютерные инциденты для дальнейшего предотвращения масштабных компьютерных атак. Субъекты критической информационной инфраструктуры со следующим нормативным документом будут направлять информацию в НКЦКИ с использованием технической инфраструктуры НКЦКИ, которые сейчас заканчиваются, и посредством электронной, фоксимильной, почтовой связи. То есть мы пытаемся заложить любой удобный способ для оперативности реагирования на инциденты. Обмен информацией о компьютерных инцидентах с международными организациями, опять-таки, возвращусь к пленарному заседанию, как сказал Игорь Федорович, будет осуществляться только через НКЦКИ. Исключение будет организации, которые будут иметь международные договоры Российской Федерации с другой страной. Такие организации могут в соответствии с договорами обмениваться информацией. Следующий документ – это порядок информирования. Субъекты критической информационной инфраструктуры будут осуществлять реагирование на компьютерные инциденты с задействованием своих собственных сил и средств. В случае необходимости получения практической помощи в реагировании данные объекты, данные субъекты могут направлять запросы в наше ведомство для оказания в данном инциденте, там, инцидентах помощи. Далее документы, касаемые средств обнаружения и предупреждения атак, компьютерных атак. Хотелось бы подчеркнуть, что пока это все проекты. Видится, что требования к средствам таким будут предъявляться, чтобы эти средства выполняли следующие функции. Это средства, которые могут и должны управлять событиями информационной безопасности, и средства учета и обработки компьютерных инцидентов. Эти средства должны будут позволять выявлять признаки компьютерных инцидентов посредством анализа событий информационной безопасности, поступающих от средств, которые будут находиться на объектах, скажем, от источников, даже не от средств, наверное, от источников, которые будут находиться на объектах. В качестве примера можно привести всем известные антивирусные средства, межсетивые экраны, средства обнаружения атак, операционные системы и так далее. Средства учета и обработки компьютерных инцидентов будут создавать и хранить карточки компьютерных инцидентов, проводить журналирование действий с этими средствами, ну и другие возможные действия, которые необходимы для регистрации учета компьютерных инцидентов. Хотелось бы отметить, что независимо от того, есть или нет значимые объекты у субъекта КИИ, в соответствии с законом субъект КИИ должен взаимодействовать с ГУСОПКОЙ. Взаимодействие – это предоставление информации о компьютерном инциденте. Эффективность противодействия кибератакам, многие из которых носят уже международный характер, в значительной степени определяется уровнем взаимодействия национальных субъектов, которые реагируют на компьютерные инциденты. Хотелось бы коротко тоже остановиться насчет требований к центрам ГУСОПКОЙ. В настоящее время существуют разработанные нами методические рекомендации по построению ведомственных и корпоративных центров, а также временный порядок подключения именно корпоративных центров к ГУСОПКОЙ. Вопрос в разработке требований к центрам ГУСОПКОЙ пока в стадии обдумывания и принятия решения. Законом данный нормативный документ, данная норма не предусмотрена, но понятное дело, что для эффективной реализации всех функций ГУСОПКОЙ необходим контроль с точки зрения достоверности предоставления информации центрам и ГУСОПКОЙ, полноты ее и эффективности взаимодействия с НКЦКИ. Мы пытаемся заложить в процесс взаимодействия и пытаемся учесть координацию на межведомственном, региональном и региональном уровнях. Ведомственные, причем для этого мы в методических рекомендациях описываем, что должны существовать ведомственные центры и корпоративные. Как понятное дело следует, что ведомственные центры создаются в федеральных органах исполнительной власти, корпоративные центры создаются в госкорпорациях, в операторах связи и в организациях, которые имеют лицензии на защиту информации и могут выполнять функции, предусмотренные центрами, как в отношении своих информационных ресурсов, так и на договорной основе, в отношении других объектов или субъектов критической информационной инфраструктуры. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы немного тоже коротко остановиться на том, что в конце октября на заседании Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности, наш президент сказал следующую фразу, что на чем в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия в области информационной безопасности. Первое – это совершенствование государственной системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак на информационные ресурсы нашей страны. Главной задачей становится для нас, для обеспечения в масштабах страны информационной безопасности с точки зрения противодействия компьютерным атакам, это организация и обеспечение функционирования и развития ГОСОПКа, взаимодействия, выстраивание взаимодействия и координация с субъектами критической информационной инфраструктуры, правовой, методической помощи таким субъектам, а также информационно-аналитическая работа, обеспечение функционирования ГОСОПКи. Хотелось бы еще отметить, что ГОСОПКа – это не только Федеральные службы безопасности, это в целом, это система, это государственная система. То есть многое будет зависеть от того, как, ну, конечно же, как мы выстроим свое взаимодействие и координацию, а также многое будет зависеть от того, как субъекты, какие центры будут взаимодействовать с нами, предоставлять нам информацию, достоверную и оперативную информацию о компьютерных инцидентах. Опять-таки вернусь к теме пленарного заседания. Также упоминалось, что вопрос оперативности очень важен для того, чтобы была возможность у нас в ГОСОПКе выработать соответствующие рекомендации, оперативно выработать, предоставить всем субъектам ГОСОПКе для дальнейшего оперативного реагирования уже на местах силами и средствами субъекта. Также немаловажна информация, которая будет поступать от вас к нам, для того, чтобы у нас и функция есть в соответствии с указом 31С, функция прогнозирования ситуации. Опять-таки полнота, оперативность всей поступающей информации будет эффективной и полезной для прогнозирования в будущем, на будущее ситуации в информационном пространстве Российской Федерации. для того, чтобы мы могли успешно, а может быть даже заблаговременно принимать уже меры к таким атакам, которые уже упоминаются, Мира и Вонокрай, Пети и так далее, чтобы предотвратить такие в дальнейшем ситуации. То есть функция прогнозирования тоже становится очень важной для нас и которая будет выполняться с помощью вас. Еще раз в завершении хотелось бы сказать, что призываем, и мы будем всячески способствовать и координировать, помогать выстраивать, вот ГОСОПКО это выстраивание процессов, процессы по своевременному реагированию. Как субъекты с помощью нашей методической помощи будут выстроить свои процессы по правильному обнаружению, предупреждению, реагированию и предоставлению нам информации, от этого будет зависеть эффективность всей ГОСОПКО. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей, за доклад. Есть ли вопросы? Есть, конечно. Пожалуйста. Кузнецов Алексей, компания ВГТРК. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, почему в 187-й федеральный закон в качестве субъектов критической информационной структуры не попали в предприятия, учреждения, юридические лица, относящиеся к СМИ, которые, в общем-то, ведут постоянно отражение информационных атак в сфере взаимодействия государств между собой. Они не являются операторами связи, они не работают в сфере связи, ну и других предприятий, которые там перечислены. И, ну, я лично не слышал, но коллеги смотрели трансляцию вот этого заседания СОВБЕЗа, где президент сказал, ну, там, собственно говоря, давал интервью и сказал, и СМИ. И вот мы начали исследовать, а СМИ не подпадают под категорию субъектов. Спасибо. Ну, как упоминалось уже, что закон очень долго разрабатывался, претерпевал в течение разработки изменения, и насчет, почему не попал, ну, тут вопрос, скажем, неоднозначный, но хотелось бы сказать, что законом предусмотрено взаимодействие все-таки с госсобкой, обмен информацией с госсобкой не с субъектов КИИ. Там предусмотрена норма, которая позволяет иным органам, государственным органам, иным организациям, не обязательно там операторам связи, взаимодействовать, непрерывно взаимодействовать с государственной системой обнаружения атак. Поэтому норма заложена, взаимодействие возможно, и, на мой взгляд, это необходимо делать, в том числе со средствами массовой информации. Так, спасибо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Давайте еще вопрос, а потом перейдем к следующим, потому что у нас сейчас уже со временем тяжело. Да, есть вопрос. Дмитрий Васильев, РТК ЦОТ. Вопроса два, на самом деле. Первый – это по срокам принятия вот тех документов, которые вы сейчас продемонстрировали на экране. И второй вопрос, немножко более глубокий. Под КИ попадают в том числе ранее классифицированные системы по линии ВСТЭК, то есть госинформ-системы, системы с персональными данными. Там были совершенно конкретные требования по применению тех или иных средств защиты информации. Сейчас вы, собственно, анонсировали, что у вас будут свои требования. Вопрос следующий. Будут ли эти требования как-то коррелировать с требованием ВСТЭКа, которые были как к системе обнаружения, так и к предотвращению вторжений, например, так и к средствам, которые производят регистрацию событий и необходимы для стыковки с ВСОК. Вот, собственно, два вопроса. Не потребуется ли компаниям приобретать новое либо проходить пересертификацию по линейке ФСБ уже? Спасибо. Отвечая на первый вопрос, закон вступает с 1 января. Данные документы, предусмотренные законом, необходимо разработать до 1 января 2018 года. В отношении второго вопроса мы ведем плотную работу с ВСТЭКом в отношении документов, предусмотренных законом. Понятное дело, что вы говорите про сертификацию, мы подразумеваем, что и разграничиваем линию между нами, нашей сферой и ВСТЭКом по объекту. То есть на объекте будет выставлены, для объекта будут выставлены требования, которые в настоящее время разрабатывает ВСТЭК, требования к системе обеспечения безопасности объекта. Мы в наших требованиях к средствам обнаружения компьютерных атак будем говорить, что, как я упомянул, что будут средства, которые будут выполнять функции управления событиями информационной безопасности и учета событий информационной безопасности. Мы попытаемся сделать с ВСТЭКом совместно так, чтобы пересечений не было и не было дополнительных сертификаций, дополнительных перекрестных требований. Продолжение следует...